Нашла. Она почему-то на кресле-каталке выехала. На кресле-каталке даже. Так и будем поднимать ее. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Марину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Марину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в свое биополе на период сеанса? Я доверю. Хорошо. Сейчас это кресло переносится в клетку-тюрьму. Ну как же мне в нем удобно. Вы пришли на чистку или вы хотите сидеть в инвалидном кресле? Вы уверены, что это... Как мне встать? Просто взять и встать. Блад, помоги встать. У нее на ногах лежит одеялко. И ей тепло. Она не хочет встать. Но она не то, что не хочет. Она думает, что так надо. Сидеть в кресле в тепле. Марина, вы хотите избавиться от своих проблем? Вы обратились к нам. Если вы не будете исполнять мои команды, я просто сейчас закончу сеанс и отправлю вас назад. Ваше желание сидеть в кресле намного сильнее желания быть здоровой. А ее что-то держит там? Хорошо. То, что ее держит, подсвечивается красным цветом. Интерферента ее держит. Хорошо. Вытаскивай эту интерферента, кидая в клетку-тюрьму. Здесь именно те, которые держат, вышло два. Кто это? Демон и джин. Демон. Какой демон? Семнадцать. Семнадцать. И какой джин? Сорок четыре восемьдесят два. Хорошо. Итак, я обращаюсь к вам. Вы сейчас пытаетесь мне помешать в моей работе. Не так ли, демон и джин? Пусть в каталке сидит, рисует. Каждый получает удар по сто тысяч герц. Удар. Появляется шар с энергией царя Соломона. Делю его на две равные части. Я вас предупреждаю. Если вы еще один раз сейчас, во время этого сеанса, попытаетесь мне мешать, я вас уничтожу. Это было уже первое и последнее предупреждение. Контракты будут сегодня аннулированы. Если вы мешаете ей встать с этого кресла, я это замечу. Демон, я тебе срежу рога. Несмотря на твой контракт, ты мешаешь мне уже работать, а не ей. А у меня есть свои средства защиты. Мой вопрос. Вам это сейчас понятно? Пока понятно. Хорошо. Вставай, Марина. Вставайте. Кресло идет в клетку-тюрьму. Если кто-то сейчас мешает, над его клеткой загорается красный маячок. Кто не мешает? Клетка и одеялко. Это ушло в клетку. Марина встала. Хорошо, Марина. Вот посмотрите на тех, по чьему желанию вы находитесь в этом кресле. Сейчас будем разбираться дальше. Что-нибудь еще мешает? Мне нужно стоять. Она вперед прогнулась. У нее что-то в спине вставлено. Скэнер, просканируй. Вытащи в спине этот кол, который у нее находится. Готово. Отправляй этот кол в клетку-тюрьму. Так вам легче? Если боль осталась, так легче. Включаем внутренний белый свет. Марине этим светом она выдалит всю эту боль. Она концентрируется на ней, выдавливает ее из всех семи своих тонких тел. Свет пошел. Энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Хорошо. Под этим шаром открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Так лучше? Да, намного. Хорошо. Начинаем работать. Больше ничего не мешает, Вера. Конструкции есть какие-нибудь? Конструкции есть у нее на голове, но они не мешают работать. Хорошо. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Марины под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Марины. Находит все. У нее рептилоид. Репт. Дальше. Сколько грейв? Грейв. У нее двое. Два грейв. Дальше. Здесь синий дракон. Синий дракон. Хорошо. Инкуб, джинн и демон. Еще и инкуб. Ну, в принципе, здесь уже места некуда, куда им входить сущностям, потому что они уже все здесь. У нас демон, у нас джинн, у нас рептилоид, у нас два грея, у нас синий дракон и инкуб. Семь интерферентов находятся в вашем биополе, Марина. Из них три нижних и два космических. Три космических. Начинаем работать. Начинаем сначала с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Перед тем, как мы с реверсом начнем, у меня вопрос ко всем. У кого контракт с Мариной? У джинна. У джинна контракт, у демона контракт, два контракта. Хорошо. Дальше. Все. Синий дракон. Какой у нас синий дракон? 22,46. 22,46. И какой у нас рептилоид? 135. 135. Ты военный или лаборант? Он показывает, что он военный, но он контролирует как лаборант. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Марины спрессировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Каналы выстраиваются также к этому креслу, к этому колу, которые находились в ее биополе. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой абрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Первый мой вопрос. Демон, сколько у тебя контракт с Мариной? Подожди секунду, чтобы два раза не делать. У нее на голове подключка стоит, видимо, рептилоида. Она как такая шапочка с очками, и еще выходит такая еще одна лупа, и перед этими очками стоит. Понятно. Скэнер, просканируй сейчас голову Марины, выведи эту подключку полностью, отключи все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы, выведи их из биополя и сформируй шар. После этого продолжим реверс. Это плечи, шея и голова. Понятно. Вышло. Отправляю в клетку тюрьму. Даю команду тонкой копии Марины спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются, выстраивают также канал к этому креслу, к этому колу и этой подключке на голове. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Марине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилив потоки в сто раз. Все, до ста процентов пошло назад. Посмотри, что к кому идет. Она руки трет, ладошки. Одна в другую. На них энергии синие. И она говорит, я отмыться не могу. От чего? От синей краски? Сама не знает она, от чего. Но не может отмыться. На руках у нее синяя энергия? Да. Синий дракон, ты мне хочешь что-то сказать? Нет, это Джина. Джина, ты мне хочешь что-то рассказать? Спрашивай. Когда был заключен контракт с Мариной, твой? 34 года назад. Какие условия контракта? Что ты даешь? Что она получает? Что она дает? Полноценный обмен энергиями. И я ей даю свои идеи. Ты даешь идеи. Какие именно идеи ты даешь? Она их вырабатывает. Разные. Ты имеешь в виду связанность с искусством? Или связанность с добыванием? С искусством, с развитием, со знаками, с рунами, с символами. Контракт был добровольный? С ее стороны? Любопытство. Вело ее. Любопытство – это гарантия попасть в тупик. Значит, было неосознанно, да? Поверхностно. Ты просто использовал свой шанс. И услышал ее. И предложил свои услуги. Я так понимаю? Что значит неосознанно? Столько плодов. Я тебе объясняю насчет того, что неосознанно. Осознанно – это когда она призывает Джина в свою жизнь. Джин, приди в мою жизнь. Дай мне денег. Исполни мои желания. Дай мне нарисовать искусство. Или дай мне что-то достигнуть. Такие слова были? Частично. Желания были. Значит, ты хочешь сказать, что искусство, которым она занимается, все эти идеи шли от тебя? Нет, не все. Демон что-то добавлял, да? С рептилоидом? Да. Я по картинам видел. Хорошо. Ждем окончания реверса. Значит, у нас два контракта. Демон и Джин. Греев с рептилоидами контракта не бывает. Синий дракон, контракт у тебя есть? Нет. А на что ты зашел, Синий дракон? Какая цель твоего пребывания? Сколько ты находишься вообще в этом биополе? С этого начнем. Два года. Хорошо. Что ты брал? Это очень интересно наблюдать. Ты пришел обучаться или ты пришел жрать энергию? Прямой вопрос. Это очень интересно наблюдать. Да, это полная картина и часть прогресса для меня. Хорошо. Объясни, пожалуйста, что тебе так интересно в этой ситуации наблюдать? Оказывает на голову, каша в голове из-за нижних и верхних все смешалось. Понимаю твое любопытство. Переходим к инкубу. Сколько ты находишься в этом биополе? 13 лет. Все долгожители. 13 лет. Реверс закончился. Хорошо. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Марина себя обратно. На хозяйка всех своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в 100 раз. Пока идет реверс, кэнердай мне полноту души, Марины, на настоящий момент. 74. 74. Вот так вот. Марина, вам не хватает 26% души, которая наверняка находится в этих контрактах. Рептилоид с Грейми воровали частички души и ДНК, биоматериал. Оно от них телепатически идет. То есть они не воровали, они помещали в свою конструкцию, чтобы было с душой. Хорошо, я повторяю. Они одевали ей вот эти как очки, чтобы она четче все это делала, цвета и линии. Вы связаны тоже с этим искусством, я полагаю, да? Это тебя рептилоид она рисовал на картине, которая у нее на входе стоит? Элементы есть в разных картинах. Я заметил твои элементы в разных картинах, да. Ты присутствуешь. Я не понимаю, цель вашего эксперимента какая сейчас? Что вы хотите? Цивилизацию прославляем. Свою? Через нее, да? Да. Ну, честно говоря, я с таким, я не помню, мы сталкивались с таким, Вера, выражение искусства через интерферента своего, прославление своей цивилизации. Ну что же интересно? Они несут определенную энергию нашей цивилизации, оживляя пространство вокруг. Я прочувствовал это оживление, когда смотрел на эти картины. Объясни мне, пожалуйста, что случается с этими картинами, когда они попадают к другому человеку? Например, картину продали, она перешла к другому человеку. Что происходит дальше? Эта картина является порталом? Порталом могут пользоваться многие. И здесь же есть энергия только нашей цивилизации. Как эта энергия, попадая в другую квартиру, в другую обстановку, как она начинает себя вести? Эти картины, к примеру, исследуют атмосферу. Ах, у нее есть своя программа? Это уже интересно. Она исследует обстановку в этом доме, этого человека, энергии и что происходит дальше. Возможно ли подключка через эти картины к вашей цивилизации? Подключка возможна, но мы исследуем, возможно ли наша подключка. Как правило, все уже занято. Мало чистых особей. Это верно. Так и есть. Но допустим, ситуация такая, что вы нашли одного человека, в котором не присутствует ваша цивилизация или есть свободное место, скажем так. И он представляет какой-то интерес для вас. Что происходит в этом случае с этой картиной? Как она передает эти энергии? Что происходит? Во-первых, мы находим этого человека. Подключиться не так трудно, если нет знаний и защиты. Это верно. Это как прощупывание местности. От наших картин идут определенные энергии, которые прощупывают место и атмосферу, сканируют там, где находится этот объект с нашими энергиями. Вот это технологический прогресс, я вам должен сказать. Я действительно удивлен. Очень интересно. Именно поэтому нужны четкие линии и правильные контуры. И вот у вас получается так, что, вернее, получается у нее, что все правильные контуры там действительно есть. И смысл картин, он такой двоякий. Во всяком случае, я его так воспринимаю. Хорошо. Рептилоид, сколько вы находитесь с Грейми в этом биополе? Семь лет. Больше семи, но меньше восьми. Хорошо, вот семь с половиной лет. Хорошо, все понятно. Все умные. Реверс закончился. Ну что ж, начинаем работать. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Инкуб. Ты оставил свою накидку в ее биополе? Или вернее, что ты оставил в ее биополе? Показывается, что он оставил. Он оставил холод какой-то. Выходи, забирай все, что ты оставил на своей частоте. Все свои подключки. Отключайся полностью, возвращайся назад и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Вы связаны сейчас с каналами, с Мариной. Если что-то останется, существует возможность, чтобы просто в этой клетке сгореть. Чтобы этого не случилось, все вытаскивать. Но он убрал это как холодное, как лед. А что давало? Да. Он идет снизу живота и закрывает лицо. Я понимаю, как ее воспринимали другие люди, которые имели с ней дело. Они ее видели куском льда? Или только мужчины видели? Или все видели? Холодное. Холодное. И этот холод шел от тебя последние 13 лет. Хорошо. Он все забрал, Вера? Да. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. Доклады о готовности к проверке. Где стоят платы? У него выше сердце, здесь между шеей и сердечным. Как она влияла на ее самочувствие, на ее здоровье? Эмоции. Он переживал вместе с ней, соответственно, эмоции были усилены. Так как нужно было еще и ему прочувствовать. Понятно. Значит, ты усилил несколько... Вытащил плату. Хорошо. Ты усилил несколько раз эти эмоции, усложняя весь этот процесс, для того, чтобы ты мог прочувствовать. Я это объясняю для Марины. Грей, что-нибудь осталось в биополе, что я еще не вытащил, на вашей чистоте рептилоида? Да, у нее есть в руках. Это как тонкое что-то, как карандаш или кисточка, очень с тонким наконечником. Это, я понимаю, артефакт, которым она рисовала, и через который вы передавали все эти энергии, да? Да, она должна правильно передавать нашу цивилизацию. Хорошо. Этот карандаш выходит, летит в клетку-тюрьму. Еще что-нибудь осталось? Нет. Хорошо. Джин, тебе выходить не надо. Втягивай в себя сначала всю свою пыль, которую ты оставил в ее биополе. Все свои подключки отключайся полностью. И пока Джин это делает, у меня вопрос ко всем. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Марина? Мы эту квартиру сегодня чистим. Кто-то мне присутствует. Они все присутствуют. Вот я об этом хотел сказать. В картинках и артефактах. Там, конечно, будет весело. Ждем Джина. Да, забрала. Джин, а сколько у тебя был с ней контракт? Ты говорил 3-4 года. Я извиняюсь. Я хотел у Демона спросить. Демона, сколько у тебя был с ней контракт? С ней мы раньше встречались. У тебя с прошлой жизни контракт? Причем обоюдный. Да ты что. А какую жизнь он идет? Вторую. Джин все убрал, Демон. Снимай все свои подключки. После этого мы переходим к аннулированию контрактов и договоров. Приступай. Он показывает, что копье, которое со спины, и оно больше похоже на черенок от лопат. Оно круглое такое, чем на копье. И кресло, это его артефакты, и еще у нее как цепи на ногах и руках были, которые он снял. Хорошо, это он все снял. Ну что же, если он все снял, тогда переходим к аннулированию контрактов и договоров. Рассинхронизацию мы не сможем сделать, потому что она связана по рукам и ногам контрактами. Марина, обращаю ваше внимание, вам не хватает на настоящий момент 26% души. Это почти треть вашей души. Она находится в этих контрактах. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Марина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышли два договора, у меня и есть фантомные еще. Пусть повторяет за мной. Души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. У меня есть два больших таких потока. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора, а также отработанные фантомные договора уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Возвращаемся назад к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Марины с Демоном, Джином, Рептилоидом, Двумя Греями, Синим Драконом, Инкубом и всеми их артефактами на счет 3-1-2-3. Пошел процесс. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, у меня еще осталось несколько вопросов. Проверку все прошли. Демон, я полагаю, с прошлой жизни контракт был по магии, да? О дарах каких-то. Или, может, ты расскажешь мне чуть подробнее о нем, о котором мы аннулировали. Что она просила? Мужчина был меткий стрелок. В каких годах это было? Я не силен в годах. Ну, если ты сидишь вторую жизнь, когда эта жизнь была? 100-200 лет назад, 300. Мужчина был стрелок. И что он захотел? Меткий стрелок. Он хотел попадать всегда, да? И просто попадать, выигрывать. А в какой стране это проходило все? Не очень хочет общаться. Информация идет, что это сторона Турции. Ну, если он не хочет очень общаться со мной, тогда я думал ему отдать эти лярвы. Но если он не хочет их получать, он мне никакой информации не дает, тогда я их просто сброшу в галактическое ядро. Хорошо, здесь все понятно. Джин, что она просила у тебя? Обычные желания. Деньги, слава, таланты. Что вы все просите? Понятно. Просьба дошла до отрицата. Что ты дал из всего, что она просила? Ее искусство вышло наружу. Что ты за это получил или получаешь? Какие условия были договора? Долгосрочный договор с честью души и обменом энергии. Итак, Инкуб, ты присутствуешь в квартире, да? Все присутствуют. Инкуб в том числе. Сейчас я открываю портал Инкубу. Он идет в квартиру, собирает все, что он оставил на своей чистоте. Я прихожу, проверяю и отпускаю его первый раз на его чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается прямой портал от Марины к ее квартире. Инкуб идет в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синий дракон, ты тоже пойдешь в квартиру. Там стоят твои платы, да? Есть платы. Открывается прямой канал в квартиру Марины. И синий дракон идет туда, снимает все, что он установил. Отключается полностью. И дальше, как я сказал, Инкубу. Проверяю и отпускаю. Все понятно? Понятно. Рептилоид Грей, что вы установили в квартире? Ваши платы присутствуют? Да, присутствуют. Они показывают, там по углам что-то стоит у них. С вами мы чуть позже разберемся. Джин, я тебе сейчас открываю портал в квартиру. Ты идешь, собираешь всю свою пыль, отключайся полностью. Все понятно? Да. И то же самое касается демона. Я тоже открываю. В этот портал он уходит вместе с демоном. Открывается портал в квартиру, где живет Марина. Демоны Джин идут в этот портал, собирают все, что оставили. Я проверяю и отпускаю их в первый раз. Закрываю портал, опечатаю, растворяю. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, на связи. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь 7 лет сидел рептилоид, 135-й. Военный, который контролировал эксперимент. Были два Грея. Они пытались увековечить свою цивилизацию через искусство посредством живописи. Такое я еще не видел. Тяга к знаниям, тяга к искусству у Греев с рептилоидом. Частично у них это получилось. У меня еще находится в квартире, если они тебе... Я могу сам все убрать, что у них там осталось, если они мне не нужны. Сбираем рептилоиды игры. Благодарю тебя. Хорошо, благодарю тебя. Все артефакты, которые находятся в клетке тюрьмы, открывая под ним воронку в галактическое ядро, и все уходит на переработку, закрывая, опечатая, растворяя. Потом. Хорошо, клетка у нас должна быть сейчас пустая, да? Да. Поехали дальше. Энергия вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Марина, мы закончили вашу чистку. Контракты аннулированы. Душа возвращена, 26%. Сущности нет. Как вы себя чувствуете? Очень свободно, раскрепощенно, радостно. Все мои энергии растекаются далеко за пределы. Стержень наполнен моими родными энергиями. Я знаю, что моя цивилизация поддерживает меня. Отлично. И хочу еще один вам дать совет. Заправляйтесь энергиями, как в этом сеансе. После обратной связи, после сеанса, наш администратор перешлет вам рекомендации. После чистки заправляйтесь энергиями, как в этом видео. Синхронизируйте, гармонизируйте и выставляйте себе меркабу. Посмотрите, как она выглядит. Вам нужно себя визуализировать внутри этой меркабы. Она крутится в разные стороны. Я думаю, как художнику, вам это будет легко сделать. Еще один совет. Если вам во сне что-то будут предлагать, взять какой-то артефакт. Никогда, никого, ни у кого ничего не берите. Это стопроцентная подключка. Как бы ни выглядела та сущность, которая к вам приходит. Будь это архангел или кто угодно, никто из них не приходит во сне и не дает никакие артефакты. Это только сущности. Если вы это себе запомните и прочитаете еще манифест, регулярно читайте его, чтобы все, что там написано, у вас укрепилось. Тогда вы будете сильны и чисты. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биороба душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план и переходим к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию мариновой ее в систему биороба душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Дай, пожалуйста, еще раз команду на установку Меркаба. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздание защитного каркаса в биополе Марины создаем защитную оболочку Меркаба. Подключаем Марину к Меркабе и она активирована. Готово. Хорошо. Отключайся от Марины. Квартиру ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью и ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, я здесь. Входи в квартиру. Здесь звуки разные. Звон, шипение, гон какой-то. От кого он идет? От картин или от порталов? От разных источников. Вот эти подключки рептилоида, они стоят по углам и они пересекаются, отражают картин в вибрации и между собой создают звук отдельный. Понятно. Все эти подключки рептилоида и Грея в квартире подсвечиваются. Да, они по углам комнаты. Под каждой из этой подключки, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку и втягивают в себя всю энергию, которую они распространяли из этой квартиры. Вся эта энергия уходит на переработку, в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше. Клетка установилась. Кто у нас в ней? Здесь Арахноид. Арахноид. Еще не хватало, да? Синий Дракон. Есть. Инкуб. Инкуб. Любитель холода, да? Жейн. Есть. Демон. Есть. Черт. Черт. Какой черт? Пять. Пять. Кто еще? Воронка. Все. И воронка. Под воронкой открывая портал в галактическое ядро, воронка улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, все свое потомство, все, что я оставил в этой квартире на своей чистоте. Возвращайся назад, приступая. Вон комнату идет. Комната не жилая. Ну там тихо, спокойно, мало кто заходит. Арахноид больше в эту квартиру заходить ты не можешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте. Уходит на свою чистоту. Забирает все, что принес. Закрывая, печатая, растворяя. Синий дракон, ты все свое собрал? Да, он снял плат. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что больше никогда в это биополе не придешь и в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Он забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб, ты свое все собрал? Собрал, да. Ты готов уходить? Готово. Больше не приходи. В следующий раз по-другому будет разговор. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Он забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Джин, ты свое все собрал? Да, он все собрал. Хорошо, Джин, я надеюсь, мы с тобой больше не встретимся, потому что я буду проверять Марину. Если мы с тобой встретимся, существует вероятность того, что ты можешь уйти без челмы. Я не желаю тебе этого, откровенно говоря. Ты мне давал хорошую информацию. Я надеюсь, ты найдешь себе новое место обитания. Ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Демон, ты собрал все свое? Да, он все собрал. Ты хочешь получить негатив вместе с чертом в этой квартире? В дорогу? Хочется. От Лярв ты отказался, я мог бы их предложить. Все это из-за коммуникации, которая не работает. Черт, твоя очередь, выходи и собирай все свои подключки, одеялки, сеточки, комочки. Все, что ты раскидал по всей этой квартире. Ничего не забывай, возвращайся назад и докладывай мне о готовности к проверке. А у него ванная и частично кухня. Он там жил? Черт. Хорошо, ванная и кухня. Кто из вас покажет мне порталы в квартире? Черт. Пошли, черт, показай портал, я их закрываю, после этого собираю вам весь негатив в дорогу. В ванную, он идет здесь, левая стена, портал полностью. Стена. Под этой стеной внизу открываю воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатаю, растворяю. Готово. Дальше. Зеркало, длинное зеркало, портал. Это, о котором мы говорили, зеркало, да? Которое где-то рядом с... Ход это, кажется, или где? А, рядом на стене. Возле него стоит, оно длинное зеркало. Все понял. Под ним открываю воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатаю, растворяю. Готово. Дальше. Окно здесь есть. Что-то там, стол, и потом окно идет. Да. Это окно. Под этим окном, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатаю, растворяю. Стол. Дальше. Значит, здесь много картин разных, от которых идет, я не знаю, как сказать, это не энергия, они продолжаются, они продолжаются, например, выходят змеи из них какие-то или что-то, то есть они как продолжение картины на тонком плане ведет. 3D. Хорошо, давай сделаем так. Много здесь. Давай сделаем так. Сейчас я открываю под каждой из этой картины отдельный портал. 1, 2, 3. Галактическое ядро и все негативные энергии, которые присутствуют во всех этих картинах, уходят на переработку вместе с их энергиями на счет 3, 1, 2, 3. Пошел процесс. Все эти энергии освобождаются от негативного продолжения. Все это уходит, вся связь с рептилоидным миром, все уходит со всеми сущностями, уходит на переработку. Они становятся просто картинами, без энергии. Готово. Закрываю все порталы на счет 3, 1, 2, 3. Частише стало. Хорошо, идем дальше. Ну, спальня идет, и он эту черную стену показывает. Здесь как такового портала нет, но он как радуется, прыгает. Такие, знаешь... Ну, это его цвет, это черный цвет. Все идет оттуда, как язычки пламени какие-то изогнутые, эти появляются на тонком плане. Хорошо, объясни мне. Это связано с цветом этой стены? Или этот портал уже был до того, как стена была покрашена в этот цвет? Этот цвет впитал вибрации картин. И вот эти звуковые еще. Все понятно. Звуковые вибрации. Вибрации. Хорошо. Под этой стеной по всему периметру открывается внизу воронка в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Все энергии из этих картин, если есть, они тоже летят в этот портал. Он говорит, что эта стена поет. Почему она поет? Она создает вот эти вибрации звуковые. Хорошо. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Стена чистая? Да, портал. Хорошо. Тогда возвращаемся к клетке тюрьмы. Даю команду на счет риск каждого. Эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. У нас здесь космических больше, чем эмоциональных. Но шары оба большие. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Второй шар эмоционально делю на две равные части. Демон, черт, забирайте. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Найдите себе новое место обитания. Все здесь будет запечатано. Больше не приходите. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона, один на чистоте черта. Демон забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала и ставь две огненные пентаграммы. Под клеткой тюрьмы открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. В автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры. Поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...